Чемпионат Европы по тяжелой атлетике И сегодня, вот сейчас, буквально через несколько мгновений Мы с вами будем наблюдать за категорией до 94 килограммов у мужчин Что касается этой категории, то еще перед Олимпиадой Мы с надеждой и с неким замиранием сердца наблюдали за событиями в этой категории Поскольку долгая борьба экс-советского, экс-грузинского, а ныне греческого Штангиста Акакия Катиашвили с Александром Петровым И именно обещала быть в этой категории на Олимпийских играх в Сиднее Так получилось, что олимпийский чемпион Атланты Алексей Петров После встречи на помосте в Дарлинг-Харборе, в конгресс-холле в Сиднее Уступил Акакия Катиашвили и уступил другому польскому спортсмену Симону Калетке Но сегодня мы видим, Алексей Петров, что называется, возвращается после Олимпийских игр В отличие от Акакия Катиашвили и Симона Калетке, которые этот чемпионат Европы пропускают Но за эти два года произошли некоторые изменения в этой весовой категории А именно, на ключевые, на роль лидера, ключевые позиции вышел азербайджанский штангист Низами Пашаев В прошлом году он выиграл чемпионат Европы и после этого мероприятия здесь же в Анталии на чемпионате мира был вторым Уступив лишь иранцу в Рохубагере Ясно, что чемпионат Европы, поэтому никаких иранцах речь не идет Но Низами Пашаев и Алексей Петров будут на помосте сейчас через несколько мгновений Но сначала мы сможем увидеть всех участников сегодняшних соревнований Опять же, отмечаем не всех, а отмечаем только, я думаю, что главных претендентов на победу и на медали в соревновании Я думаю, что за их борьбой мы и будем, скорее всего, наблюдать Хотя загадывать, конечно же, тяжело Я думаю, что имеет смысл обратить внимание на немецкого штангиста Вот на наших экранах Оливера Карруза Он был третьим на Олимпийских играх в Атланте Последние три года у него была травма И сейчас он вернулся в эту категорию 94 Вы видели только что Алексея Петрова Я думаю, что о нем мы еще не раз расскажем за время нашей сегодняшней трансляции И вот Низами Пашаев Я думаю, что эта тройка в числе самых главных фаворитов в этой предстоящей категории до 94 кг Не стоит забывать и о других спортсменах Во-первых, чемпионат Европы на то и является крупным международным стартом Что здесь всегда возможны сюрпризы Вы видите список мировых и европейских рекордов В Рыске все они принадлежат Акатью Кухиашвилису В толчке Симону Калецке из Польши Ни одного, ни другого здесь в Анталии нет Но зато все остальные в строю и буквально через несколько минут готовятся выйти на помост Мы видим Алексея Петрова, он уже готовится выйти на помост В своей первой попытке в лесно-штанге 175 Рывок И так я сразу представляю своего собеседника Рядом со мной находится олимпийский чемпион Сеула Президент Федерации тяжелоатлетики России Главный тренер сборной Юрий Захаревич Одним словом Юрий Иванович, смотрим, 175 Ваш комментарий, по-моему, на мой взгляд, не профессионалы идеальны Прекрасное выполненное упражнение Мне очень приятно, что мне предоставлена возможность прокомментировать Спасибо Должен сказать, что это профессионал вышел Мы это все видели Он отличается от многих Да, я думаю, что на первый взгляд Если все обсуждали о Петро, в каком он виде, в какой он форме Два года его не было на международной арене При том, что он выступал в России Более того, даже умудрился проиграть на чемпионате России Прошлым летом Хомякову Вот все, как бы, все же это отмечают Все смотрят результаты, все в мире И сейчас, как я понимаю, они впервые его увидели Вот после вот этого подхода Кого их должно впечатлить? Ну, мы только надеяться должны На то, что он сработает, как в прежние годы Отлично 175 на штанге Болгарский штангист Атанасов Сейчас выходит на помост Слишком ли рано начал Петровское соревнование? Очень много еще соперников только-только начинают Нет, тут, как бы, это все нормально Это так, тактическая борьба Нужно первый подход сделать для того, чтобы почувствовать себя уже на помосте здесь А уже дальше смотреть по обстановке, по реакции Я почему так говорю? Потому что я, как бы, душой Нахожусь там, в разминочном зале И должен быть, как бы, там быть В силу того, что там есть кому смотреть И у меня прекрасная группа там Работает с ним сегодня Я вынужден, вот, как бы, за вами Я очень любую Благодарен вам, что вы здесь Иванович, я так понимаю, что Там действительно, там в первую очередь Конечно, это его личный тренер Алексей Петров Это его отец Александр Матвеевич Петров тоже И еще большая-большая группа Конечно же, давайте посмотрим Сейчас молдаванин Вадим Бакарчук Это его вторая попытка Первая была удачно Он рванул штанг весом 172,5 килограмма Сейчас 175 Не думаю, что вот этого штангиста, как бы, воспринимали, как одного из претендентов на медали Ну, может быть, все ошибались Посмотрим Да, я хотел бы немножко поправить Не рвануть, а вырвать Ну, да, да, конечно же Заражаться нашим термином Конечно же Ну, штангиста, это как бы нормально все Хорошо, 175, Вакарчук Увы, третья попытка в запасе у него есть Будет он переносить зелье А вот неожиданно Оливер Карузо Перенимался как один из претендентов на борьбу В принципе, таковым до сих пор и остается Но свой стартовый вес, 175 килограмм А именно так отынил свои силы Оливер Карузо Увы, не покорился этому немецкому штангисту Напомню, что он был бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте Но вплоть до последнего года выступал в другой категории до 105 И сейчас он перешел в категорию ниже, до 94 килограммов 175, второй подход То есть, тот первый подход, я так понимаю, что вы воспринимаете досадный оплот Ну что, ну, собрался и выполнил правильное упражнение За это ему огромное спасибо Подбодрил наших Потрихнул всех остальных, да Вообще, на самом деле, очень интересно, когда обостряется борьба Кем и интересен спорт Безусловно, с одной стороны интересно Но с другой стороны, разные спортсмены по-разному реагируют на борьбу Есть, действительно, штангисты, которые не любят выступать в борьбе И, более того, как бы избегают всячески этой борьбы Избегают очень встречи с сильным соперником Я так понимаю, что Алексей Петров не из такого числа Как бы он готов соревноваться и готов именно вести борьбу Да, это действительно так Но, по большому счету, вот мастер, мастер Конечно, ему очень сложно удержаться Когда он выходит на Олимп И вести, как бы, на протяжении Вести себя в хорошей форме Достичь, как бы, это не так, скажем, просто, легко А вот удержаться гораздо сложнее Это, я думаю, понимают многие Поэтому, вот сейчас, Алексей, можно сказать, второе дыхание открылось И я надеюсь, что он выйдет опять на прежний уровень И, я думаю, мы вместе сможем донести его до Олимпийских игр Вполне достойно Ну, я думаю, что были некоторые досадные, как бы, и такие бытового типа промахи, конечно же, с Алексеем Петровым Поскольку наверняка вы знаете боевую историю Как у определенные проблемы допингового характера Будут после того, как он дважды победил на чемпионатах мира Потом он выиграл Олимпийские игры в Атланте После этого он пытался уехать в Швецию, в Германию Вот, главный соперник его, пожалуй, да? О чем мы и говорим? Что значит опыт и что такое нервы? Низами Пашаев появился, как я понимаю, только сразу после Олимпиады Тогда он еще, и до сих пор, как бы он еще является юниором, что называется Хотя он выиграл уже европейские и мировые юниорские чемпионаты А в прошлом году он победил и на взрослом чемпионате Европы Да, тут молодость это одно, но опыт еще это совсем другое Конечно же, молодой перспективный, мы все говорим, что и у нас есть, и у других стран есть Но вот выйти на Олимп, это нужно колоссально иметь моральный такой стержень Который, ну, формируется годами Поэтому, когда молодой быстро выходит на Олимп, то, конечно, вызывает сомнения И его выход такой резкий И ставку сделать, скажем, на молодого, это большой риск всегда бывает Поэтому здесь в первую очередь опыт Вот видим, мы все видим, так Практически вся борьба происходит еще там, вот в разминочном зале Здесь мы видим результат То есть, фактически они посмотрели уже друг на друга, посмотрели на Медрова Ну, конечно, то, как работает на разминочном помоле Я так понимаю, что серебряный призер прошлого чемпионата Европы, болгарин Николай Стоянов Только что не справился с штангом Вот я как бы забегу немножко вперед Здесь возьму на себя смелость Здесь идет, скажем, вот сегодня на этих соревнованиях, вот сейчас Борьба кому стать за Петровым? То есть, я очень надеюсь, что сейчас уже они борются кому стать за Петровым? А никому побороться с Петровым? Побороться-то они все как бы борются, но я как бы вот закатом понимаю и как бы объясняю суть происходящего Я думаю, что идет борьба просто за Петровым, да? Да, кому стать вторым, кому треснуть и так далее 180 килограммов, он вторым подходит Милен Атанасов из Балгарии фиксирует Как вы говорите, дай бог, чтобы это было так, Иван Иванович Чтобы Милен Атанасов хотел стать за Петровым Но пока что он обходит его на 5 килограммов Хотел у Петровы две попытки в запасе, я думаю, что он безусловно выжидает и смотрит, что происходит А вот Низами Пашаев, я думаю, что сейчас его как вызывают на помост Вторая попытка, я думаю, что не скрывал Низами Пашаев, как не скрывал его тренер Милен Атанасов, что он приехал сюда бороться с Петровым И именно соперничать с ним в борьбе за первую золотую медаль Что называется, этого чемпионата Не думаю, что Пашаев согласен и хотел бы именно стать первым за Петровым Нет, ну это естественно Бороться там все борются Мы видим прекрасно, как они борются Я еще раз как-то повторю языком профессионалам На самом деле вся борьба идет в разминочном зале И результат, пожалуйста Конечно, очень трудно, скажем, зрителю определить, как может распределиться Что происходило? Два Низами Пашаев не справилась с товарищами с килограммами Какая-то техническая ошибка, еще что-то Или это все, я понимаю, что все это в бездревле нервного напряжения Да, я думаю, что и это тоже Но здесь, конечно, в большей степени технические ошибки Здесь технические ошибки Здесь штангу не дорывает, не дотаскивает То есть идет под нее, она впереди остается, он бежит за ней Ну то есть это чисто такие технические ошибки Ну и естественно Ну поэтому, что я думаю, что технические ошибки являются как раз следствием на нервную Ну они, конечно же, они следствием, как правило Оливер Карузо, 180 Да, ну лист Ну лист, 175, так закончил выступление в рывке Оливер Карузо Петров с этим весом также справился И ждет две попытки в запасе Он так поглядывает, да? Дает возможность своим соперникам проявить себя Ну конечно, конечно Я должен еще, как бы, раскрыть небольшой секрет Ну это не секрет, это будет потом известно всем Дело в том, что Алексей Петров сегодня полтора килограмма согнал Да, я знаю, я видел его сегодня утром тоже Около бани он был крайне недоволен своим отцом Что якобы перепутал время У меня такое впечатление, что Матвич сделал это специально Тут даже не во времене дело Там еще и весы неправильно показывают То есть они показывают на 800 грамм больше Это в бане Разница на 800 грамм с теми весами, где происходит официальная взвешивание То есть весь день, фактически, Алексей Петров занимался тем, что Подогонял вес Подогонять свой вес Может быть, это большой плюс Отвлекаясь от соревнований Отвлечение это хорошо, но не всегда оно на пользу Будем надеяться, что сегодня это на пользу Ну судя по тому, что мы все время перечеркиваем в своих протоколах И Николай Стоянов 175 в твоей соревновании закончил И дважды мы перечеркнули 180 Бокарчук Близами Пашаев Сейчас приглашается на площадь третий подход Дважды мы уже перечеркивали сегодня Вес третий 180 килограммов Это главный конкурент Алексея Петрова Нет, он может быть и не главным быть Но я думаю, что перед соревнованием именно его расценивали как главный Конечно, что всегда так Все-таки он в рамке чемпиона Европы прошлого года Был вторым на Кимпионате мира здесь же в Анталии полгода назад Вот, видим, собрался Собрался И с такой обидой он меня опустил Две попытки Две попытки Он просто выбросил Ведь все, что он сделал вот в этой попытке Это же можно было сделать в первой попытке Вот здесь И говорит о том, что такое опыт Каждый подход Всегда нужно выходить как последний Нельзя себе оставлять шанс Нельзя думать о том, что Поправишь, поправишь Да, бывает, что какая-то ошибка Что-то не учел Но стараться максимально Без ошибок поднять Первый подход Это очень важно Алексей Петров на всех посмотрел Кто боролся с 180-килоговым весом Выждал и 182,5 на штанге Второй подход Алексея Петрова Вот, пожалуйста, мы сейчас будем Подождите, загадывать Давайте посмотрим Свидетелями Свидетелями Пожалуйста Вот это мастерство Это просто как по учебнику, по-моему Идеально 182,5, еще один подход в запасе Ну, то есть тут уже можно как бы их ловить Всех Ну, по большому счету Он уже поймался Нет, ну остался еще Милен Атанасов Формально из Болгарии Который имеет свой третий подход И также вот сейчас Он вызывается на помост Тот же без штанги 182,5 И потом у Милена Атанасов Чуть легче, чем Алексей Петров Вот его как бы вызвали Но мне кажется, он уже уходит Дайте мне уйти спокойно Хотя болгары Всегда болгарская команда Болгарские представители Они устраивались Таким настойчивым характером Всегда до конца боролись Будем смотреть Если это так То оно действительно подтвердится Все Вот видите Работает прекрасно Да, работает, конечно, прекрасно Но всем своим подходом Он обходит Алексея Петрова И становится пока первым На Первом в протоколе И вроде их на первой позиции Алексея Петрова Правда, есть запас Еще третий подход Еще один 182,5 Кстати, этого веса Пашаеву хватило Для того, чтобы В прошлом году Стать вторым на чемпионате мира 182,5 Он так вот и завершил Свои соревнования Ну, тут надо еще не забывать Что есть еще толчок Ну, понятно, да, конечно Бывает коронное упражнение рывок А бывает коронное упражнение толчок Да, ну, он же не пошел Я думаю, что коронка Это и не толчок Судя по триггерам Посмотрим Мы видим, что Правильное Токсическое решение Не нужно Если генерал Скажем Атанасов 182 Я думаю, что они бы Пошли На 187 Чтобы сделать Отрыв бойца Вот так Здесь речь идет О малой медали Нужно Спокойно Ее забрать Вот, что и делает Три раза Могутили Алексея Петрова Три раза Я думаю, что Ни у кого не возникало Ни каких сомнений Просто Петров выходил И спокойно Уходил Уже Под свет Трех белых фонарей Да Тут надо сказать Что действительно Сработано Чисто профессионально Ну что ж Мы еще Еще раз Смотрим За тем Как Алексей Петров Уполняет Он даже С запасом Ее вырвал То есть У него запас Где-то порядка 90 Он спокойно Мог сегодня Вырвать Ну может быть Это оставим Что называется На совести Петровой На совести президента В итоге Я так понимаю Что Алексей Петров Занимает первую строчку Получает Золотую медаль В рывке Уже получает 185 Таков его результат 2,5 килограмма Преимущество У него Просто зрители Не расходить Потому что Сейчас будет Вручение награды Ну да Михаил Милен Атанасов Из Болгарии Мы видим Проигрывает 2,5 килограмма И 5 килограммов Петрову проигрывает Низами Пашаев Из Азербайджана Конечно же Такое начало Низами Пашаева Оно Я думаю Что Вот ваш Такой экспресс-анализ Экспресс-анализ Просто я хотел бы Попросить Всех тех Кто наблюдал Сегодня И сейчас Наблюдает Понаблюдать Второе упражнение Полчок Я думаю Борьба будет Я надеюсь Уриван Что мы будем Вместе Здесь Смотреть За толчком За второе упражнение Я ваш слуга Мы снова здесь А Алексей Петров Выходит на помост В своем Первом подходе В штанге Весом 215 килограммов Толчок Второе упражнение И Я думаю Что затихнет зал И сейчас Смотрят все его соперники Наверняка Да Трансляция В данный момент В зале И вновь Продолжает Бой Достаточно Уверенно Взят Вес Я думаю Дальше Борьба будет Интересно Разворачивать Да Конечно Я думаю Что в этот момент Сразу Вот Каждый для себя Решает Стоит ли Как бы уже Себя ставить Перед Петровым Или на самом деле Лучше Лучше уже Вести борьбу За вторые Третьи позиции Ну Что-то Может быть И попытается Там в толчке Посягнуть Но На золото Но уже На В сумме Вы думаете Что уже нет Ну в сумме Да Уже сложно Бой Хотя Вот мы видим 182 Атанасов Вырвал При весе 92 350 И пропустил 210 Да Так что Тактическая игра И пропустил 215 Да Но пока что Как бы Не займи Пашаев Все-таки Я думаю Что он Все-таки Правильное решение Что он Вышел На тот вес Который Наверное Реальный Для него Пашаев 202 С половиной Чемпионат Тиммиров Столкнулся 15 Нижанин Пашаев Продолжает Бороться С Петровым Пока что Он Проигрывает 5 килограммов В рывке С Петровым Можно я Чуть-чуть Поправлю Не с Петровым Продолжаем Бороться А с Сатанасовым С весом Да Но мне кажется Что Я понимаю Что сейчас Как бы Первый стартовый Подход Был Нижами Пашаева Печат Но Еще раз Говорю Что Мне кажется Что для И азербайджанской Команды И для Нижами Пашаева Для молодого Который Только-только-только Но уже Пробившийся Как бы На взрослую Арену Сейчас Именно Очень Больше всего Хотелось бы Ему Обыграть Именно Добрик А ну да Добрик Атанасов Есть Добрик Атанасов За счет Как бы Этой Первой Попытки Не обходят Петрова Они не навязывают Ему свою игру Они В общем В зачете За ним Зачем Они так делают Они пытаются Втянуть его Вот в эти Интриги В толчки Ну если Он Спокойно Идет И работает То это Как бы Вы знаете Тобака лает Караван идет То есть Данный момент Тобака лает Только так Можно Отпадать 217 Вес Увеличивается И Первое появление Второго упражнения Вадима Выкорчука Из Молдавии Так вот Он был очень убедителен 172 Вырвал В первом упражнении Потом Дважды Не справился С 175 Ну вот Хотят Сейчас побороться За мал За За медаль В отдельном упражнении За медаль В толчке Тут как бы Терять уже Нечего Вы знаете Иногда бывает Первая попытка Она же и последняя Я так понимаю Что это Такой прогноз Нет Это не прогноз Это просто Жизнь Показывает Что Иногда бывает То есть В первом подходе Выкладывается Совершенно Не рассчитав На Более Высокий Атанасов 217 Решил Через 5 Кг Не идти А Так Малыми шагами Да Я думаю Это Правильное решение Нужно Для него Выбрать То что На что он готов В том то и дело Я почему Это и говорю Что 217 Атанасов Он же Пока После рывка 2,5 кг Проигрывал Петрову Он чуть-чуть легче Почему он не начинал Ну или хотя бы Второй попытки Не шел 217,5 Ну тут Наверное Все таки Он рассчитал Свои силы На столько Сколько Он готов Вот Наверное И поэтому Вот Наверное Поэтому То есть На самом деле Вот эти 217,5 Это была Уже Отчаянная Жест Отчаяния От Анасова Да То есть Я так понимаю Что он На самом деле На эту Семьмашку Либо получится Либо нет А 215 Реально Реально Не займи Пашаев Смотрим 220 Пашаев Пашаев Петрова Легче Вот это Уже Как я понимаю Ответ Пашаева Именно На Тот Ритм Который Задал Петров Ну Во-первых Он Удаётся Взять Значит Он Обходит От Анасова Да Но при этом Он обходит И Петрова Конечно У Петрова Две попытки В запасе Но Все равно Это уже Попытка Кого-либо Обыграть А не просто Взять то Что ты можешь Но Одновременно И Загнать Как говорят Спортсмена На более высокий вес Соперника 220 Незами Пашаев Теперь Петров Незащитный Незащитный Что случилось Я не знаю Сейчас Жюри Могут Отменить Решение Тройки Арбитражные Правила Сегодня Предусмотрено Но раз Протест Не подаётся Значит Они смирились То есть Можно прямо сейчас Сразу же Здесь же На месте Исправить Да Да Можно было Дать Протест Но Так как Он не дождался Сигнала Главного Судьи Об отмашке Вот Видите Фиксации Не было А то есть Просто не было Фиксации Не было Фиксации Должна быть Чёткая Фиксация Секунду Ноги ровно Руки ровно Выпрямись С помощью 220 Тот же вес Незами Пашаев Третья Последняя Попытка Если Он С ней Справится То в этом Случай Петрову Нужно идти На больший вес На 222,5 Да нет Не обязательно Ему достаточно 220 Эти же Поднять 220 Бо уже Не можно Пропустил Я понимаю Так Да 22 То есть Только 22 уже Я Просмотрел Порядок Да Нарядок Ну Надо Сказать Что Пашаев Имеет В активе Лучший Результат Солчки 222 Программа Да Он его Показал На чемпионате Мира Как раз Он стал Вторым Хотя Судя По Его Заявленным Результатам Да 222,5 Да И 182 Рывок Угу А мировой рекорд 232,5 Надо Посмотреть Это Мировой Стандарт Нет Это Рекорд Который Был Установлен Калецке Как раз Тимон Калецке По-моему Даже Это Было На Олимпиаде А нет Все-таки Не На Олимпиаде На Олимпиаде Калецке 225 Завершил Свои Соревнования Но В этот Год 2000 Годов Было Низами Отрывает У нас Драгоценное Время Отпущенное Нам Нет Ну что Наоборот На самом деле Сейчас Я не считаю Что Все так Как бы Легко И спокойно Я понимаю Что у Петрова Как бы В западе Есть еще Две попытки Но в любом Случа Он Он Переносит Результат Результат Это Результат 222 Выжидает Выжидает И смотрит Что делать В этом Случае Либо Ждать Что Продемонстрировать Снизами Нет Здесь Еще Молдаванин Молдаванин Я так понимаю Что он Выжидает Пока что Петров Приглашается На помост 222 Половины Ну вот Я как бы Могу Сразу Сказать Толкает Алексей Этот вес Он Может Уже Себя Обеспечить Золотой Медан Сумер Боев То есть Вера В то Что Пашаев Может Пойти Больше Чем 25 Нет Аккуратнее Что Что Случилось Посыл Сделан Был Не совсем Аккуратно Ногами Нужно Было Работать Выталкивать Ее Мощнее 22 С половиной На таком Вете Остановился Алексей Петров На Олимпиаде Но тогда Именно На этом Весе Нет На большем Весе Он Плотился За руку Как бы Я понимаю Дальше Не продвинулся Вот Ивакарчук Из Молдавии Сусловно Второе Упражнение Гораздо Более Удачно Для Молдавского Штангиста Поскольку 172 С половиной В таком Результате Он остановился В рывке У многих Атлетов Ошибка Ноги Широко При посыле Штанги От груди Ставят Ноги Широко Это Во многом Неэффективно Бывает При Посыле Штанги От груди То есть Сейчас Фактически Это просто Техническое Ошибка В любом В любом случае Это все Всегда Технические Ошибки Технические Должно быть Подход Технические 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 Вес 222 С половиной Который Пока Не удалось Зафиксировать Никому У Стоянова У Молдаванина Вакарчука И у Алексея Петрова Есть В запасе По одной Попытке Да Но это вот Еще раз Говорит о том Что Неправильно Распределить Свои Возможности То есть Он как бы Психологически Хотел загнать Артемен Соперника Не рассчитав То есть Нужно было Обязательно Идти на 220 А не 220 То есть Сейчас уже Можно Я понимаю Что Все сильные Задним умом Что называется Но сейчас Я думаю Что все это Понимают Да Конечно Пойдем На 220 В этом случае По-моему Он даже Дошел бы И до Бронзовой медали Я все-таки Надеюсь Что Алексей Сейчас соберется И выполнит Это упражнение Достаточно Грамотно Малая медаль Потеряна Ну Я думаю Что Все-таки Основной спор Идет не за малую Медаль А все-таки Большую Медаль Хотелось бы Конечно же Так Чтобы Во всех дисциплинах Точку поставил Точку поставил Вы уж Максималист Юрий Иванович Так нельзя Что Не так делаешь Да нет Я такой Чтобы не Оставлять Шансы Нигде Если вышел Надо Забирать Все Но пока Что еще Вот только Вакарчук 217 Толкнул Больше никто А нет Атанасов Еще Вакарчук Атанасов Вдвоем Потеряна Я сказал Золотая А нет 217 От нас Уже Не толкнул Конечно же То есть 215 На закон Хотя Так Повеску Повеску Легче Повеска Легче Атанасов Чен Петров Это по-моему Тот же самый Случай Как у Николай Стоянов В Болгарии Тоже Некоторая Переоценка Своих сил Потом 217 А потом Сразу 225 Половина И дважды Неудача Опять же Все это знать Заранее Могло быть Совсем Совсем Иначе Ну что же Я хочу Сказать Что Первое Появление Алексея Петрова На международной Арене Все-таки Безус Безус Безусловно Молодость Молодость И опыт Так ли Согласны Согласен Полностью Первым Подходом Он Предрешил Исход Борьбы Наблюдали За Тем Что Происходило В категории До 94 Кг Олимпийский Чемпион Президент Федерации И главный Тренер Сборной России Юрий Захаревич Ну и Я Дмитрий Чуковский Я думаю Тоже